Добрый день, дорогие друзья! Вы на телеканале ИТОН ТВ, программа «Разбор полетов». Меня зовут Александр Вальдман, а вместе со мной в нашей Тель-Авивской студии, как всегда, замечательные гости, замечательные журналисты Цви Зильбер и Павел Маргулян. Добрый день! Добрый день! Друзья, дежурное блюдо у нас, коронавирус. Наверное, мы все-таки сегодня сконцентрируемся в большей степени на коронавирусе в нашей стране, тем более, что Совет национальной безопасности в обнароданном только что отчете порадовал нас, израильтян, в кавычках. Цитата «Израиль гигантскими шагами движется к третьему карантину». Я не буду приводить данные, там данные действительно удручающие во многом. Ну что, нам его не избежать третьего карантина Цви? Значит, на мой взгляд, есть несколько дырок, которые наше правительство не может или не хочет заткнуть. Первая дырка – это, как всегда, ультра-ортодоксы и арабы. Почему-то правительство не хочет вводить локальные локдауны, предпочитает запирать всех. По политическим причинам, потому что арабский сектор, соответственно, для того, чтобы не закрывать Харидим, чтобы не создавать такой прецедент. Но, на мой взгляд, это общий локдаун гораздо менее эффективный, чем локдаун местный, который был бы принят в этих местах. Вторая дырка – это аэропорт Бен-Гуриона. Туда каждый день прилетают сотни заразившихся коронавирусом, прилетают из красных стран, прилетают из зеленых и из красных, но они попадают в один общий зал встречающихся. И те, кто заразились, могут там заразить тех, кто прилетел из зеленых стран и не был заражен. Никто не требует у них показать тест на коронавирус, сделанный перед вылетом в Израиль. Никто не делает им тест на коронавирус по прилету. Никто не следит, кто из них идет в карантин. Это уже стало такой рекомендацией. И меня просто удивило, что наш проектор по коронавирусу, наш координатор, профессор Нахман Эш, комментирует эту ситуацию, говорит, ну а вот граждане сами виноваты, вот они же обязаны по закону уходить в самоизоляцию, прилетая в Израиль. Вот почему они не уходят? Это вина граждан. Нет, ребята, так не работает. Так не работает. Вы должны контролировать, вы должны проверять, вы должны наказывать тех, кто не соблюдает карантин. То есть лучшее в этой ситуации уже, пусть это будет шабак, но эти люди должны уходить в карантин. То, что они сейчас говорят, что нет красных стран, нет зеленых стран, я не знаю. Это надо действительно отслеживать ситуацию. Но почему не ввести элементарные требования, чтобы перед прилетом в Израиль человек где-то сделал тест на коронавирус? Мне это непонятно. И на мой взгляд, это еще одна дырка, через которую к нам поступает дополнительный приток зараженных. Еще одна дырка, это, конечно же, территории. У нас нет герметической изоляции от палестинцев. Ну, кроме газа. С газой, в общем-то, у нас там стена. Оттуда я не думаю, что они как-то нас заражают. Но что касается иудеи Самарии, то понятно, что они сюда приезжают на работу, и наши израильтяне посещают палестинские территории, ездят туда в магазины и так далее. То есть нет герметичной изоляции. А в палестинской автономии ситуация гораздо хуже эпидемиологическая, чем в самом Израиле. Ну, и если так подумать, то можно перечислить еще какие-то дырки, про которые нам почему-то ничего не говорят и предпочитают не заморачиваться. Потому что чиновнику гораздо проще всех закрыть, ввести еще один локдаун, нежели точечно как-то и эффективно оперировать какими-то более тонкими инструментами. Паш, вопрос тот же самый, только я все-таки добавлю кое-какие цифры к тому, о чем говорил ЦВИ, прежде всего по секторам. Так вот, у ультра-ортодоксов доля положительных результатов выросла с 6,5% до 9,8%, у арабов 9,1%, в остальных 2,4%. Я не буду спрашивать доколе, но это все ведь ожидаемо. Вот с учетом о тех дырах, о которых ЦВИ говорил, почему не принимаются меры реальные? А, сейчас я объясню. Ну, ты же все знаешь, Паш, у тебя большое общение с народом. У нас звучат призывы специалистов Минздрава и того же нашего проектора не расслабляться. Они чувствуют, что в стране атмосфера, которая на Еврите называется оверат софт курс. То есть, атмосфера окончания курса, все нормально, дембель, все хорошо, ребята. И я вот подумал сейчас, откуда такая атмосфера. И у меня нет другой версии, как то, что наш премьер-министр распространяет такую атмосферу на страну. Обратите внимание, какие темы он педалирует. Вакцина. Он встречает вакцину в аэропорту. Он обещает в конце этой недели вакцинироваться первым и чуть ли не в прямом эфире. Обещает на следующей неделе начать вакцинацию уже первой волны медицинских работников и групп риска. И так далее. И это распространяется на население. Ну, вакцина, чего нам, как бы, чего уже бояться-то? Все, мы уже расправились с эпидемией. Но до того, как мы с ней справимся, естественно, без Совета национальной безопасности, я, не будучи его членом, могу сказать, что когда у нас два дня 2800 человек в день инфицированных, мы, да, будем в третьем карантине, уже звучат предупреждения, что на следующей неделе будут ограничения торговых точек. То есть, каньоны бедные, несчастные, самые большие страдают больше всех, их закроют в первую очередь. Вопрос в том, что будет с уличными торговцами, с прихмахерами и так далее. А с теми, кто и не вышел еще из карантина, им вообще не позавидуешь. Они так и продолжат быть закрытыми. Мы как-то проскочили Хануку, но, скорее всего, на Рождество и Новый год, в смысле, не было жесткого карантина, но, скорее всего, на Рождество и на Новый год, что актуально Новый год для многих русскоязычных населений, нас закроют и надо планировать отмечать Новый год семьей, без друзей и без кого-либо. Да, у населения, конечно же, тоже есть его часть вины, но я согласен с ней полностью. Население, если только рассчитывать на сознательность, да еще и израильского населения, результатов не будет никогда. А сейчас, по-моему, как раз это и происходит. Аэропорт – это настоящий источник инфекции. Дубай сегодня была информация, что там десятки зараженных израильтян, которым уже Хаббат помогает. У нас нет еще посольства. Так Хаббат их пытается посадить по гостиницам каким-то, они тем местам, куда их посылают местные власти. Они возвращаются по графику в самолете 3-4 часа оттуда. Можно представить в аэропорту паспорта по гран-контролю и так далее. И вот вам и, пожалуйста, вот вам результат. Вот та самая атмосфера расслабухи, которая идет и сверху, и снизу, конечно же. Но я попробую заступиться за наших израильтян, за нас израильтян. В Германии что? Тоже расслабуха? Но их тоже на карантин сажают? Да, у них отменили Рождество, да. Гринч, который украл Рождество. И Германию очень хвалили во время первого локдана, первого карантина. Они действительно, там все было очень дисциплинированно, все было по Шнюрхен. И в какой-то момент, ну, как бы, это схема, которую мы видим везде. Это универсальная схема. Как только они начинают открывать, заболеваемость идет вверх. Как только они снова начинают закрывать, заболеваемость идет чуть-чуть вниз. У них же нет ни ортодоксов, ни арабов. В нашем смысле. Арабы есть. Да, но давайте не забывать, что в отличие от нас, у них работали рестораны. Вот сейчас, да. И у них работ проходили культурные мероприятия, проходили концерты. С ограничениями определенными, конечно, да. И, возможно, Ангела Меркель не нашла вот ту самую золотую середину между закрытием и, значит, сохранением экономики, да. И ситуация немножко вырвалась из-под контроля. Но я уверен, что в Германии все будет нормально, да. Это не та страна, за которую надо беспокоиться. Она сама о себе беспокоится. Тем более, что Pfizer это наполовину немецкая вакцина. Поэтому я думаю, что Германия тоже сможет в течение нескольких месяцев провакцинировать значительную часть населения. Там действительно в последние дни очень высокая смертность в Германии. Совершенно верно. Почти тысяча человек умирают в день. И это вызывает вопросы к германской системе здравоохранения некоторой. Но это, как говорится, их вопросы, пусть они с ними разбираются. И абсолютно в любой стране работает вот эта схема. Закрываем, эпидемия идет чуть-чуть вниз. Но сколько можно людей держать в заперти? Начинаем постепенно открывать, снова кривая идет вверх. И это будет вот до того момента, пока мы не вакцинируем 70% населения. Или пока переболеют 70%. Выбирай одно из двух. Или провакцинировать 70%, или чтобы переболели 70% со всеми вытекающими последствиями. Только после этого эта эпидемия закончится. Мы видим, что этот вирус не становится менее злым. Он становится даже более заразным. И в этой связи, кроме вакцины и быстрых тестов, и антитела, которые позволяют сегодня лечить вакцину в тяжелом состоянии. Кстати, вчера FDA утвердила к использованию новый тест на коронавирус, который можно использовать буквально в домашних условиях. И в течение 20 минут он дает результат. То есть, вот такие прорывные технологии, мне кажется, тоже имеют очень большое значение для того, чтобы остановить эпидемию. Паш, насколько ты согласен с мнением МЦВИ, что в Германии все будет в порядке? Как и в Соединенные Штаты, тоже как бы у них все будет в порядке? После вакцинации. Потому что для меня очевидно, что мы с этой эпидемией без вакцинации или вот такой системы мгновенного тестирования не справимся. Человечество не готово к тому. Ну, примеры многих стран, ну, разве что Китай, который там способен заваривать, как говорят, двери в подъезд, чтобы люди не выходили. В странах, к которым мы относимся, такое невозможно. Показывают, что, совершенно верно, как только дается, открывается страна, сразу же начинает расти заражаемость. И без вакцины мы не справимся с этой эпидемией. Она будет волнами нас накрывать, чередуясь с карантинами. Про вот эти системы я могу сказать, что я читал, ну, где-то месяца 4, наверное, назад, 5, в нашей прессе была информация о том, что в Израиле разработана система, которая может за 30 секунд определять корону у человека. Где она до сих пор, эта система, я не знаю, видимо, продолжает разрабатываться. Это были только перенапись. На складе министерства обороны. Потому что это варианты, которые, да, могли бы параллельно с вакциной, или даже вместо вакцины, быстро определять зараженного человека и сажать его на беду, на карантин, чтобы он не заражал других. Почему этого нет, почему этого не применяют в местах скопления людей, в том же аэропорту, вот этой быстрой схемы, я не знаю. И, опять же, мне кажется, что акцент сделан на вакцину. Вакцина спасение, мы его ждем, молимся на него, и вот она решение наших бед. Кроме этого, ничего достаточного не делается. Нет, на самом деле, давления на ортодоксальный арабский сектор. Может быть, оно есть, но оно совершенно неэффективное. Мы не можем с ними ничего сделать, мы не хотим. Спросить ваше мнение относительно темы вакцинирования в социальных сетях, в фейсбуке, по крайней мере, жуткие баталии противников вакцинации, сторонников вакцинации. Каково ваше мнение по этому поводу? Это в моем представлении вакцинироваться, да, надо. Другого выхода нет в той ситуации, которая есть. Откуда вот это вот неверие? Только ли потому, что не верят властям? Значит, что касается социальных сетей, то они сейчас взяли на себя обязательство удалять со своих площадок ложную информацию о вакцинах. Потому что это действительно приобретает уже совершенно невероятные масштабы. Я думаю, что за этим стоит, я не думаю, что за этим стоят какие-то там корпорации или какие-то там интересанты. За этим стоит элементарное желание сделать хайп, попиариться на какой-то такой интересной теме, получить много подписчиков, получить много лайков и так далее, и так далее. И люди начинают, бросаются во все тяжкие. Смотрите, есть опять же то, что называется возможность и то, что называется вероятность. Есть ли возможность, что эта вакцина там приведет к каким-то тяжелым последствиям или какие-то последствия проявятся через полгода, через два года, через пять лет? Возможность есть, потому что мы еще не знаем, мы не знаем, еще не прошло столько времени, мы не можем об этом судить. Возможность, конечно, теоретически есть, но есть ли вероятность, да? А вероятность очень низкая, вероятность практически равна нулю, потому что мы знаем очень много случаев с другими вирусами, как действуют вакцины в случае с другими вирусами, да? Возьмите, например, вирус полиомиелита, страшная была эпидемия, да? Который за последние сто лет, вот сколько его изучает человечество, практически не изменился, да? И появление вакцины просто вот тоже была в 50-е годы, была серьезная эпидемия, и сидели детей, закрывали дома, дети сидели по домам, их не выпускали на улицу, боялись. И вот появилась эта вакцина, сначала американская, потом появилась и советская вакцина, просто давали детям такую капельку в рот, капали и все, и появлялся иммунитет, да? И у этого ребенка через 10-15 лет никакие рога не вырастали. РНК-вакцины, как файзеровская, вот вслед за ней будет модерновская, это тоже РНК-вакцина. Я не думаю, что возможны какие-то последствия через несколько лет, потому что все побочные эффекты от этой вакцины, они, все, которые были зарегистрированы, они длились несколько часов, да? Имеется в виду там головная боль, небольшая температурка, покраснение, боль, мышечная боль и так далее, боль вместе укола, все это было, но это продолжалось там несколько часов, да? РНК сама это очень тонкая материя, это молекула, она не существует долго, она запускает определенный механизм в лимфоузлах, в иммунной системе, начинает приучать иммунную систему вот к этому белку, и она долго не живет в организме, она не внедряется в клетки, она не проникает в ДНК. Да, и трудно предположить, что там через сколько-то лет это придет к каким-то последствиям. Поэтому говорю, возможность, ну, наверное, возможность такая теоретически есть, да, опять. Какова вероятность того, что вы встретите динозавра на улице, да? Ну, да, 50 на 50, да, или встречу, или не встречу, да? Но на самом деле вероятность равна нулю, да? Но нельзя никакой возможности исключать теоретически. Это именно то, что происходит. Журналисты задают врачам вопрос. Возможно ли, что через 3-4 года проявятся какие-то непредвиденные последствия? Врач говорит, ну, возможно, да, ну, возможно. Но насколько это вероятно, у него уже не спрашивают, а из этого делают какие-то выводы. Вот, на мой взгляд, это все совершенно пустые опасения, потому что каждый день, который вы, который мы не прививаемся, мы подвергаем себя гораздо большему риску заразиться короной и умереть. Даже если вы не в группе риска, все равно есть шанс, есть очень даже реальная вероятность того, что вы умрете. И этот риск гораздо больше, чем все то, о чем вам пишут в социальных сетях. Паш, даже не умрете, я бы сказал, не столько умрете, а сколько вероятность побочных эффектов от короны, которые приведут к летальному исходу. Паш, ты человек достаточно активный в социальных сетях, в Фейсбуке, у тебя программа, ты общаешься с людьми напрямую. Чем объясняют люди, твои зрители, читатели, фолловеры, как угодно называй их, объясняют нежелание вакцинироваться? Вот ты бы какой-то обобщающий момент выделил. Ну, психологический эффект. Я думаю, что когда первые вакцины стали применяться, вот сто лет тому назад, пятьдесят лет тому назад, наверняка были люди, которые слушают, а что это вы сейчас будете колоть-то? Ни с того, ни с сего. Меня никогда никто не колол, а тут вы будете колоть, протыкать мне кожу, что-то туда вгонять, скажем так. То же самое, психологический эффект. Я на эту тему, есть замечательная шутка, сегодняшняя, которую я увидел, что владелец компании, разработавшей аппликацию Zoom, призывает население не вакцинироваться, и опасаться вакцины. Вот, психологически, знаете, я думаю, что ко второй половине двадцать первого года все COVID-19, не все, но большая часть успокоятся, увидят, что ничего не происходит. Тем более, что будет достаточно мощное объяснение этой компании. Она уже началась, уже полно в прессе, ответов на вопросы медицинских работников, профессоров и так далее. Настанутся, наверное, самый упрямый, это человек, который, если, не дай бог, он там попадет в больницу, ему будет делать анестезию, он может сказать, вот был факт, что от анестезии переборщили, и человек скончался. Был такой? Был. И что, ты не пойдешь тогда, не позволишь, чтобы тебе делали обезболивающие, там, у стоматолога или еще у кого-то? Нет, люди к этому привыкли, увидят, что, когда большие массы людей применят им вакцину, тем более, что специалисты говорят, что у этой вакцины нет вмешательства в ДНК человека. Она не может привести к каким-то дальносрочным последствиям, изменения генетического кода, что у тебя вырастут там уши, или отпадет нос и так далее. Это не на том уровне вмешательства. Я думаю, что эта компания возымеет свои действия, особенно, когда у нас сотни тысяч людей отвакцинируют, скажем так, и люди успокоятся и привыкнут. Сейчас психологический фактор непривычка, что это такое, что это за РНК, что это, как это называют, как это действует. И социальные сети вносят в свою лепту, потому что распространение совершенно диких документов, список побочных эффектов, там, со страшными болезнями. У меня тоже был пример. Человек поставил, я ему написал, и ему другим писал, а где вы это взяли? Дайте линк, откуда вы взяли эту информацию. Он говорит, я не проверял, просто поставил для друзей, и все. Я слушателям своим говорю, ребята, как вы можете, говоря о здоровье человека, ставить непроверенную информацию? Не делайте это, это же речь о здоровье. Они берут примеры некоторых журналистов. Это же не выборы Трампа или Байдена, это гораздо более серьезная вещь. Зачем вы ставите непроверенные вещи у себя распространяете? В конце концов, здравый смысл возобладает. Дай бог всем, не только нам здравый смысл, но и всем посетителям социальных сетей. Потому что у него переполнился френд-лист, и он решил его почистить? Ну да. В любом случае, можно любое лекарство, инструкцию открыть, там дофига, извините за это слово, побочных эффектов, сканировать, которые возможны. Я уже говорил такой пример, что можно любое применение медикаментов, вот тебе выпишут лекарство, ты можешь у фармацевта потребовать гарантию фирмы, которая ее выпускает, страховой полис от Купат Холлим, которая тебя гарантирует от побочных, еще, 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 это же никто не делает, правильно? С этим будет то же самое, пройдет там первые полгода и все успокоятся. Дай бог. Спасибо. Спасибо, друзья, за этот разговор, спасибо вам, что были с нами, и всем удачного вакцинирования, будьте здоровы, до новых встреч.